То, что выкликает горечь и смуток. Ситуация, которая складывается у Беларуси после президентских выборов, примушает каждого из нас задать себе вопрос. Для чего это? И какое есть выездие? Два прошлые дни акции стали мирными, заместо суток, ланцоги людей с кветками и просьбами спинить насилие. С таким же закликом и просьбой отмываться от жесткости и выездить на конструктивный диалог, звертаются коллективы организаций и предприемств. А кроме того, випадково затриманных начали выпускать на свободу. Про цех темы далее у материалов наших корреспондентов. Хваливания у Беларуси начались еще до обвешения выников выборов. После закрытия участков для голосования многие начали сбираться в протестные митинги. В наступные дни они перетворились у соправданные беспорадки с потерпелами, как с боку правоохранников, так и с боку граждан. У четверо-пятницу акции стали мирными. Люди сбираются на улицах с кветками и плакатами, у которых заклик спинить насилие и признание у любови до своей Украины. Люди у ланцугах кажут об тем, что стомились от агрессии. Яна Палоха, диалог повинен стать мирным. Прекратить насилие, прекратить этот беспредел. Мне это надоело, я уже насмотрела всего с балкона. Я хочу, чтобы наконец-то наступил мир. Просто хотим честно жить свободно. В стране для счастья, для жизни, в островке безопасности. Мы не хуже других стран. Мы, может быть, белорусы лучше. Мы честные, мы трудолюбивые, мы красивые. Я за них. Я за людей, за всех людей Беларуси. Хотя я сам и родился в России. Я в советской стране родился. Поэтому я люблю страну нашу и буду ее отстаивать. Я очень люблю ее. Мое мнение, надо услышать людей, народ, пойти на диалог, остановить кровопролитие на улицах. Со следующих изоляторов пришли выпускать тех, кто выпадково оказался на местах проведения протестных митингов, которые сопроводжались беспорядками. После доставления многие граждане были отпущены. Но есть один очень важный момент. До процесса задержания, до момента задержания, с группой лиц, которые принимали участие в протестных акциях, проводилась определенная развесительная работа. То есть сотрудники не только форменной одежды, даже с жилетами пресс-служба нашего управления внутренних дел и районных отделов внутренних дел предупреждала о том, что данное мероприятие нарушает действующее законодательство и какие меры будут непосредственно приняты, если не прекратятся подобные действия. Поэтому та часть, которая была задержана, как говорится, в случайных людей, она очень незначительна. Безусловно, подавляющее большинство граждан, которые были задержаны, не составлены административные протоколы, это непосредственно, которые умышленно принимали участие в этих акциях. Определенную категорию была проведена разъяснительная работа. Определенная категория тех, кто неактивно участвовал и просто-напросто какими-то своими неактивными действиями принимал участие в этих мероприятиях, отпускался. В ряде других разбирательств составлялись административные материалы, подготавливались и направлялись в судебные органы, и принималось определенное решение. Либо штраф, либо же административный арест. Той категории, где было назначено наказание в виде административного ареста, они направлялись в изолятор временного содержания. В связи с тем, что все-таки большое количество было и возмущений, и в целом несогласия, и, учитывая все-таки сложившуюся ситуацию, в обществе Министерство внутренних дел, управление внутренних дел, ОМСКО, идет навстречу данной категории задержанных лиц. И принимаются решением об освобождении из изолятора временного содержания после проведения определенной разъяснительной работы. Те, которые непосредственно понимают чувство ответственности и осознают те действия, которые им были предприняты. Побыч со следшим изолятором на книжной десятки человек. Это родные сябры затриманных. Многие тут с самой ранницы. Нехто уже дочакался своих и поехал до дому. Остатняя с нетерпливостью глядять на вороты изолятора. Кого вы ждете? Сына. Сыновей. За что попал? Был 9-го числа на площади. Просто гулял, скажем так, с друзьями. Все, уже собирался домой. Все, что я знаю, больше ничего не знаю. Ничего не знаем. Я только знаю, что он позвонил утром и сказал, что я в милиции, мама. Все, больше. Ну, потом сообщил СМС, что находится ВВС на Борисенках. Больше информации. Потом связан. Все. Он с 9-го числа находится здесь. Литерально про 20 хвилин после приезда нашей сдымочной группы отшинились вороты, с которых одразу обдымки своих сябров и родных вышли некальки ранее затриманных. Кажут, что обыходили с зимой изоляторы нормально. Не было насилия и жесткости. Но морально было, зрозумела, вельми тяжко. Многие оказались тут, саправдой, випадково. Ось до этого юнока со слезами притулилась мать. Нарешті дочекалася. Получается, шел, мы гуляли, получается, с друзьями в сторону Униермага. Потом мы возвращались обратно, и друзья пошли в сторону площади на остановку. Я через Ирининскую пошел домой. Ну, я на зипе живу. И выбегает там, он просто меня хватает, и все. Это когда было? Это было 11 вечером. Самое тяжкое, кажуть люди, это не дохоп информации. Не усе ведуть, дзе докладно знаходятся их близки, и як я на себе отшуваюць. Каб вырошить пытання, сёння во Управлении внутренних справ пачал працаваць круглосуточный телефон горячей линии. Его номер 96-74-47. На сегодняшний момент существует горячая линия Министерства внутренних дел. Есть телефон этой горячей линии. Надеюсь, ваша помощь тоже будет продемонстрирован для жителей Гомельской области. Позвонив туда, можно узнать о местонахождении того или иного задержанного лица. Дорогие, за то, что были затриманы невинные люди, которые выпадково оказались в местах несанкционированных протестных акций, принял на себя отказность министр внутренних справ в Беларуси Юрий Караев. Вы ведь не будете отрицать, что всё-таки иногда сила могла быть применена не по адресу. К сожалению. К сожалению, да. То есть вы подтверждаете, что это к сожалению. При любой массовой такой вот схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка, как я уже говорил выше, получается так, что воздействует на тех, кто специально на это шёл, и на тех, как я говорил, кто оказался рядом, не ушёл вовремя, и не сумел, как говорится, вовремя отскочить. Вот за этих людей, тех, кому досталось, за вот это вот, ну как сейчас говорят, насилие, я как командир, как единоначальник хочу взять эту ответственность на себя, должен взять на себя, и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Мирное решение любых конфликтов – один из шлях, який может привести до меты. Остатнее – это насилие и неоправданная жорсткость, нежадание пашуть один одного и выйти на конструктивный диалог. Марина Джалая, Валерий Хапанько, Телерадо, компания «Гомель».